МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Марина Комиссарова. В эфире «Неделя города». Смотрите сегодня. В борьбу с ковид вступают волонтеры. В ближайшие дни уже вторая смена заступает в госпитале на подмогу медперсоналу. Севастопольская аллея разрастается. Благодаря теплой погоде высаживать новые растения удается по сей день. Мошенники не дремлют. О новых способах обчистить честных граждан рассказывают сотрудники банка. Ноябрьская хандра. Какая погода ожидает рязанцев в выходные, расскажут гитарные тетянки. В период пандемии люди должны знать, что они не остаются с болезнью один на один. Есть те, кто готов сегодня помогать абсолютно бескорыстно. Пусть ваше добро вам вернется. Такими словами руководитель администрации Рязани Елена Сорокина напутствовала вторую смену волонтеров, которые уже через три дня заступят на вахту помощи врачам в ковидных госпиталях. Дело ответственное, и, как выяснил Максим Васильев, у каждого из добровольцев оказались свои мотивы. Вы вот свое добро, добро своей души бескорыстно отдаете людям. Пусть оно к вам вернется. Оно вернется тоже добро. Оно вернется здоровьем. Оно вернется благополучием в доме. Спасибо вам. В добрый путь. Если бы сейчас на дворе стояла осень 41-го, наверное, именно так отправляли бы на фронт комсомольцев-добровольцев. Эта война с убийственным вирусом с каждым днем все суровей, потерь все больше. Восхищение, гордость и даже едва скрываемые слезы благодарности. Для каждого из этих молодых ребят наступает новый этап в жизни. Пожалуй, без иронии, самый ответственный. Помогать больным с коронавирусом. У каждого из них свой мотив, своя житейская история. Еще есть такой небольшой личный аспект. Я ходил напрямую к врачу и сказал, что нужно оперативное вмешательство. И, естественно, оперативное вмешательство у нас, как больница, как бы профессионал считается, сказали, что нужно там делать операцию, но ввиду того, что очень загружено все, и даже не хватает анестезиологов, чтобы провести операционное вмешательство, нужно будет немножко повременить. Я понял, что вообще ждать невозможно. Нужно обязательно чем могу, чем я должен помочь. Такое чувство, сейчас находились на встрече, как будто нас отправляют на фронт. Действительно, так оно и есть. Сейчас это самая главная зона ответственности, которую мы все вместе должны побороть. Уже точно известно, что это будет непередовая, так называемая красная зона, но работа их ждет не менее ответственная. Впрочем, вирус никуда не исчезает, эти ребята к нему будут намного ближе, чем кажется. Добровольцы, которые откликнулись на оказание помощи медицинскому персоналу, Рязанской УКБ, будут помогать в хозяйственных и бытовых вопросах. То есть выполнять те функции, да, и те поручения, которые не связаны непосредственно с медицинской деятельностью, но позволят облегчить функционал врачей и медсестер. Технический группа из 15 добровольцев заступит на пост 31 ноября. Они сменят своих коллег, пионеров этого благотворительного проекта. И за ними теперь будет наблюдать вся Рязань. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани обновят Севастопольскую аллею. Теперь на ней появятся кустарники и деревья. Правда, вот вопрос, не поздно ли сейчас эти самые растения сажать. Об этом расскажет Валерий Седов. В городе идет снег вперемешку с дождем, а граждане кутуются в теплые вещи все сильнее. А на протяжении всей Севастопольской аллеи идет посадка кустарников и деревьев. Погода, говорят, не мешает. Да и температура окружающей среды плюс 4. Снег-то лежит, а температура грунта все равно на уровне 7 градусов. Грунт довольно теплый, а высадка сейчас очень удобная и благоприятная в том плане. Во-первых, у растений закончилась полностью вегетация. Они сбросили листву и нет рисков. Кустарники и деревья выбирали совместно с Советом Севастопольской аллеи. Так, на протяжении всей территории посадят 931 плод пузыреплодника калина-листного, 5 рябин и 7 пурпурных ив-нано. Обычно растения высаживают с голым корнем, но не в этом случае. Мы же высаживаем растения с закрытой корневой системой. То есть они были посажены в контейнер, полностью его оплели. И количество корней на данный момент вот такое. Даже если будет какая-то неблагоприятная среда, все равно растение благодаря своим корням найдет чем пропитаться. Гарантия на высадку дается 12 месяцев. Если кустарник не приживется, то его заменят на новый. Но это не распространяется на случай кражи или слома. А раз сами жители проголосовали за обновление Севастопольской аллеи, то все будут настроены на то, чтобы сохранить зеленую красоту, а не испортить ее. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Телефонные аферисты начали обманывать рязанцев по-новому. Какие обзвоны используют мошенники и что нужно знать, чтобы не попасться на уловки? Узнаем в следующем сюжете. Чаще всего телефонные аферисты маскируются под официальные сервисы банков, чтобы убедить жертву предоставить личные данные. Звонок начинается традиционно. Звонящий представляется сотрудником финансовой организации, говорит, что зафиксирована атака на счет клиента. Чтобы подтвердить, что разговор ведется с представителем банка, злоумышленник предлагает отправить СМС. В целом, Банк России зафиксировал в полтора раза больше мошеннических действий, чем за аналогичный период прошлого года. Это вот за первые полугодия. И сумма ущерба тоже возросла. То есть за первые полугодия 2020 года общая сумма ущерба составила 4 миллиарда рублей. Собрав всю необходимую информацию, мошенники заявляют, что информация об инциденте будет передана в банк. Спустя некоторое время жертвам поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации. Он подтверждает, что видит попытку незаконного оформления кредита. В последнее время стали фиксироваться случаи, когда звонок и разговор начинаются роботом. То есть все это делается для того, чтобы более достоверно представить ситуацию, что действительно как будто звонок инициируется банком. На самом деле потом при выборе продолжения в любом случае звонок переводится на конкретного человека. Естественно, это в большинстве случаев как раз мошенник. Отделение Банка России напоминает, что сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают личную информацию. При подобных звонках следует повесить трубку и обратиться за уточнением в свой банк, где была оформлена платежная карта. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь к основным темам недели. Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок возле села Кликотки Рязанской области, отозвала ходатайство о смягчении наказания. Официально для уточнения юридических деталей. Заседание суда должно было пройти в четверг, 26 ноября, в Скопине. Напомним, в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в коррупции и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 миллионов рублей. Ходатайства не лимитированы, повторный запрос можно подать в любое время. 23 ноября на заседании Рязанской областной думы выбрали регионального уполномоченного по правам ребенка. Им стала полковник юстиции, занимавшая должность старшего помощника по взаимодействию со СМИ руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Анжелика Евдокимова. По сообщениям средств массовой информации, ее кандидатуру на рассмотрение внес губернатор Рязанской области Николай Любимов. Уполномоченный по правам ребенка назначается на 5 лет. Напомню, раньше этот пост занимала Екатерина Мухина. Она досрочно сложила полномочия после избрания депутатом облдумы. Вода с потолка для жителей верхнего этажа дома номер 3 по улице Театральная стала настоящим бедствием. Сейчас по этому адресу рабочие производят капитальный ремонт крыши. Обычного избежания протечек весь периметр закрывают непромокаемой тканью. Но в этот раз что-то пошло не так. И течет то в одном помещении, теперь в другом помещении. Вот здесь, пожалуйста, вон. Все это залили. И компьютер. Все, что было залито. Вот мы его успели переставить. Трещины на потолке вы сейчас увидите. Для четы пенсионеров Борисовых капитальный ремонт крыши их дома стал настоящим испытанием. Вот такие прострелы на потолке – это каждый раз как в рулетке. Никогда не знаешь, откуда польется. Обоим пенсионерам за 70. Воевать с подрядчиками для них уже утомительно. Да и режим самоизоляции заставляет сидеть дома. А потолок и стены продолжают терять в качестве. Это надо мне идти сейчас в страховую. Надо ходить в ЖЭО, нести заявление. Просто надо. Надо с ними общаться. Зачем это? Я не понимаю. Как будто специально это сделали. То есть нельзя сейчас, я так понимаю. И супруга тоже. Ну как так? Вторая группа 72-й, 72-й года, а мне 73-й. И как нам сейчас куда-то еще идти? Заложниками в своей квартире они стали еще и по безразличию надзорных инстанций. Жилинспекция на обращение, по словам Олега Борисова, не реагирует. Дескать, пандемия, мы в домике. В ЖУ постоянно составляют какие-то акты вот такого типа. И на этом все. Сами виновники потопа разводят руками. Так получилось. Но пообещали все изолировать до конца дня. Нам дали задачу. Сказали выполнять ее, мы ее выполняем. Снег когда был, мы снег весь сгребали, убирали. Сейчас мы сегодня планируем все вот это закрыть, чтобы никаких бед не было. Вопрос возмещения ущерба пенсионерам, по словам руководителя подрядной организации, вполне актуален, но пока что ремонтники его оставили на потом. Мол, мы всегда сможем договориться. Обещания компенсировать неудобства прозвучали. Срок окончания работ март 21-го года. Возможно, подрядчик найдет время для Читы Борисовых и раньше, до возможной подачи иска. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Для жителей многоквартирных домов по улице Новоселов одна из главных проблем сегодня – состояние теплосети. Ее они тоже могут указать в анкете. Трубы оголены практически круглосуточно. И ладно бы тепловики не обматывали их стекловатой, так ведь нет же. Свою работу они выполняют исправно. Но изоляция с каждым днем меньше. Теплосети греют улицу, а не квартиру, считает Ольга, жительница дома номер 18 по улице Новоселов. Говорит, что для того, чтобы согреться, приходится одеваться очень тепло. В ее квартире сейчас плюс 18. В домах холодно. И давно у вас так? Ну, сначала топить на все дома. Очень холодно. Ну, вот сейчас ходишь в теплой одежде. Иногда в валенках. Посерьезно. Ситуация с наземной теплосетью повторяется из года в год. Оголенные трубы утепляют, а буквально через день вандалы срывают с них изоляцию. Малолетки, они сдирают. Их каждый год утепляют, а они приходят, они все сдирают. Смысла никакого нету. Они каждый раз приходят, их убирают. И хоть эти ходят, ППСники, они там, если кого-то ловят, они приходят здесь и еще в другом месте тоже трубы затирают. В нотах изолируют там кто? Организация, правильно? Через день они все раскрыты. Вандализм сплошной. Посмотри, что это не вандализм? Постоянные посиделки, грязь. Молодежь. Возраст, начиная с такого и заканчивая взрослыми мужчинами, которые пьют вместе, ругаются, курят. Что двигало варварами, непонятно. Вряд ли кто-то из них задумывается, что оголенная теплотрасса в холодное время года будет отапливать улицу. А деньги рязанцев, которые оплачивают услуги тепловиков, улетят на ветер. На данном участке наше предприятие восстанавливает систематически тепловую изоляцию в связи с тем, что присутствуют акты вандализма. И эта изоляция просто уничтожается, срезается, обрывается. И в прошлом году была такая же ситуация. И в этом году буквально мы восстановили изоляцию. На следующий день приехали, она вся оборвана, значит, лежит на земле. 26 ноября сотрудники теплосетей вновь выехали на улицу Новоселов, чтобы заизолировать трубы. На этих кадрах видно, как они проводят работы, утепляют теплосеть. А это видео, которое было снято на следующий день. Вандалы снова оборвали изоляцию. Обращаюсь к гражданам, ко всем нашим, к населению, поскольку это деньги ваши, наши в том числе. Понятно, что если такие случаи наблюдаются, необходимо их пресекать, сообщать в определенные органы, чтобы принять и мер. А вот теперь памятка для тех, кто любит срывать теплоизоляцию. По статье КОАП это всего лишь тысяча рублей. Но правоохранители готовы применять статью 214 Уголовного кодекса, а это другая мера ответственности. До трех лет лишения свободы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Старт проекту по реконструкции торгового городка дали в сентябре этого года. Городские власти встретились с представителями активистов-добровольцев, чтобы обсудить взаимодействие на общем поле работ по восстановлению Рязанской ВДНХ. О судьбе торгового городка, долгие годы находившегося в запущенном состоянии, говорилось много. И вот настало время, когда будущее объекта определено. По поручению губернатора региона этой осенью была создана рабочая группа на базе Министерства культуры и туризма Рязанской области, в которую вошли инспекция по охране объектов культурного наследия, Всероссийское общество охраны памятников архитектуры, администрация города Рязани. В рамках проекта мы предполагаем разработать мастер-план объекта, привлечь сюда резидентов, наполнить данную площадку новыми смыслами, а также восстановить благоустройство территории и восстановить либо создать коммуникации на площадке. Уже несколько лет группа добровольцев старается поддерживать порядок на территории торгового городка. С 2015 года рязанцы в свои выходные приезжают сюда и освобождают пространство от мусора и зарослей. Мы просто жители города, неравнодушные жители, которым очень важно, чтобы данное место действительно было наполнено каким-то смыслом. Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь место сохранило свою аутентичную историю, было наполнено не рыночными торговыми павильонами, а именно какими-то научными, техническими, молодежными, творческими клубами. Однако некоторые виды работ без согласования с городскими службами могут быть опасными для здоровья и даже жизни. Планы коммуникации, находящиеся под землей, неизвестны рядовым рязанцам, и поэтому любые виды подобных земляных работ обязательно нужно тщательно продумывать. Как и многие другие действия, которые могут, хотя и из добрых побуждений, навредить, в том числе и последующим трудам по реконструкции. Мы очень рады, что в нашем городе есть такие неравнодушные жители, которые готовы включаться в процесс. В настоящий момент мы узнали друг друга, мы готовы работать вместе. Мы будем привлекать на все ключевые этапы разработки проекта, а также на производство определенных видов работ. Пока проект на этапе разработки, дирекция благоустройства города постоянно следит за чистотой на территории торгового городка. Впервые мы здесь появились в 2015-2016 году, когда территория была заросшая. Проводились работы совместно с муниципальными предприятиями, с ресурсоснабжающими организациями. Работы проводились по окосу территории, по вырубке деревьев старых сухих, по вырубке борослей. Работы проводятся регулярно в весенние, осенние и летние периоды. Здесь мы и окашиваем, и вывозим очень много. Мусор был вывезен, я даже не могу сказать в каком объеме, но в огромном объеме. И работы мы проводим регулярно. Конечно, в настоящее время следить за порядком в торговом городке довольно сложно. Ежедневно мусор появляется от объектов торговли, которые находятся здесь. Но в планах развития устранить и эту проблему. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Перечень добрых дел в год 30-летия своей службы рязанские спасатели продолжили в приюте для животных. Сотрудникам собачьего питомника сотрудники МЧС подарили около 300 килограммов сухого корма. Для виляющих хвостами обитателей питомника лучшие друзья появление спасателей – полная неожиданность. Все пщелая превращается в канонаду, но в руках у гостей собаки замечают большие мешки с кормом и словно по команде застихают. Эти двуногие прибыли с миром. Вкусные подарки псам, впрочем, сами сотрудники МЧС не рассматривают как какую-то стихийную акцию. Это часть целого плана. В этом году наше министерство отмечает свое 30-летие. И с января запущена акция «30 добрых дел». Сотрудники главного управления активно участвуют в этой акции. Мы уже посетили дома инвалидов, дома ветеранов. Посадили 30 деревьев. И многодетным семьям установили пожарные извещатели. Мешок за мешком, пакет за пакетом. Килограммы сухого корма никто сегодня не считал, но на вскидку их около 300. Хватит надолго. Если, конечно, не вываливать все сразу. Мы в основном кормим кашу, варим на мясном, на косточках. А сухим кормом подкармливаем. То есть собаки гуляют, кушают сухой корм, а потом уже после прогулки основное питание. Стать лучшим другом для собачек в плане спасателей – строчка номер 29. 30-ю они держат в секрете до декабря. Но обещают под Новый год сделать чью-то жизнь не менее радостной, чем сегодня. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Дашково-Песочне был установлен новый арт-объект. В детском городке появились персонажи из советского мультфильма. Подробнее в следующем сюжете. Именно здесь, в самом оживленном месте, где много радостных детей и их родители установили героев любимого мультфильма. Конечно же, это крокодил Гена и его верный друг Чебурашка. Всеми запомнившийся с детства мультик будто ожил в самом центре сквера Скобелева. Скульптуру установили около детской площадки. Они изготовлены из стеклопластика и покрашены краской. Вообще идея, например, парка, такого детского развлекательного какого-то парка с героями русских мультиков, эта идея, мне кажется, давно уже витает в воздухе, и она, в общем, довольно здравая. Все-таки это место для местных жителей, скажем так. И, естественно, в спальном районе это очень важно, чтобы был сквер, где можно было прогуляться, не знаю, взрослым, детям и так далее. То есть для местных жителей однозначно это важное пространство. Посетители сквера с огромным интересом фотографируются рядом с новым арт-объектом. Особый восторг, конечно же, герои вызывают у малышей. Скульптуры появились неожиданно. Это очень приятно, они красивые, детям нравятся. Конечно, обновления. У нас в Песочне нет никаких досугов для детей. Хотя бы эта площадка как отдушина и детям, и взрослым, всем нам. Самый любимый мультфильм детский. Он очень добрый, понимаете. Есть мультфильмы разные, особенно современные, там непонятно что показывают. Это очень добрый мультфильм. Кена, там добрые дела делают, а детям это нужно. Это идет процесс воспитания. Особый интерес у жителей нашего города вызывает Чебурашко. Впрочем, популярностью персонаж советских мультиков пользуется не только у рязанцев. Он известен по всему миру. К примеру, особую любовь и популярность он приобрел в Японии, где даже были сняты дополнители серии ультового мультфильма. А вот в нашей стране Банк России 24 ноября выпустил памятные монеты с изображением крокодила Гены и Чебурашки. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Лучшим гиревиком в мире стал рязанец. Иван Кулаков завоевал золотую медаль чемпионата по гиревому спорту. Это не первая его победа. Он стал триумфатором в третий раз. Третий помост. Кулаков Иван. Россия. На этих кадрах рязанец Иван Кулаков только начал свое выступление на чемпионате мира по гиревому спорту. Это так называемый длинный цикл. В руках спортсменов две гири весом 32 килограмма. Их задача сделать как можно больше подъемов за отведенные 10 минут. Соперники были по моей же команде из России. Конкуренцию составили мне из Курганской области. Самочернов Иван. Он обошел его всего лишь на 5 подъемов. Он получается 87 сделал, я 92. Борьба была упорная, пришлось бороться, терпеть до конца. Теперь заветная медаль чемпиона мира по гиревому спорту красуется Ивана на груди. В свои 22 года спортсмен завоевал уже третью такую, если считать большой коллекцией соревнований Европы и России. Чтобы достичь такого результата, спортсмен занимается 6 раз в неделю. Три дня гири, три дня беговые упражнения. За отведенные 10 минут на чемпионате нужно показать максимум того, на что ты способен. В это время контролируешь дыхание в первую очередь. Если собьется дыхание, то будет тяжелее. Контролируешь дыхание, время смотришь, как бы перед тобой табло, счет. Много мыслей, конечно, стараешься отогнать плохие мысли в плане того, чтобы поставить там, потому что тяжело, трудно. 10 минут это не маленькое время. Все равно настраиваешься, чтобы 10 минут, независимо какой результат. Главное 10 минут работы и ни в коем случае не поставить гири. Иван преподает физическую культуру и спорт в ВУЗе. Также он тренер в секции гиревого спорта. С таким наставником ребята добились определенного успеха. Спортсмены завоевали медали на чемпионате области. Теперь и члены секции, и сам тренер готовятся к предстоящим соревнованиям. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Рязанский театр «Кукол» стал номинантом российской театральной премии «Золотая маска-2021». В две номинации «Куклы-спектакль» и «Куклы. Работа художника» попал спектакль «Пеги-пес. Бегущий краем моря». Кириск еще мальчик. Неизвестно, будет ли он кормильцем и опорой рода. Только море ответит на этот вопрос. И Кириск отправляется в путь. Такой обряд инициации проходят все мужчины народа, живущего на берегу Охотского моря. Что за испытания готовят море мальчику и каким он вернется на берег тайна. Это первая постановка повести Чингизаитматова «Пеги-пес. Бегущий краем моря» на сцене Кукольного театра. Для нас этот спектакль важен, потому что это еще и обращение к замечательной великой литературе Чингизаитматова. Для меня это важно даже не втройне, а в десятерне, потому что мне посчастливилось. Я был знаком с Чингистарой Кулычем. Я был у него дома. Я в свое время жил в Киргизии, во Фрунзе. И другой его роман «И дольше века длится день» мой папа, на тот момент режиссер русского драматического театра города Фрунзе, первым вообще поставил на сцене. В повествовании о жизни коренных народов берега Охотского моря гармонично вплетен миф и легенда. То, что настолько же являлось частью бытия героев, насколько и само море, сама охота и лодка. Аутентичное музыкальное сопровождение создает магический эффект. Спектакль Рязанского театра «Кукол» второй раз становится номинантом премии «Золотая маска». В 2014 году «И наказание» по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского попал в пять номинаций премии. Итоги «Золотой маски-2021» подведут в апреле. Но даже попасть в номинацию главной театральной премии страны – огромное достижение для любого театра, вне зависимости от его статуса. Марина Ковисарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И напоследок о погоде. Последние выходные ноября обещают быть пасмурными и хмурыми. Уже на следующей неделе начнется календарная зима. Ну а пока настроение окружающего мира совершенно осеннее. Небольшие морозцы, ударившие в начале месяца, отступили. И вот уже неделю держится теплая пасмурная погода, не характерная для конца ноября. В выходные дни 28 и 29 ноября в нашем регионе сохранится теплая, пасмурная и сырая погода. Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедные явления. Местами возможен туман. Температура воздуха будет колебаться около нулевых значений. И ночью, и днем от минус трех до плюс трех градусов. Последний день ноября, скорее всего, будет без осадков и, согласно прогнозам, таким же теплым. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов. А вот с 1 декабря характер погоды начнет меняться. Инициатива перейдет к обширному сибирскому антициклону. Температура воздуха начнет стремительно понижаться, а осадки будут маловероятны. Судя по прогнозу, зима все-таки настанет не только в календаре. Остается ждать снегопадов. И новогоднее настроение, как и красивая волшебная белая зима к концу декабря, вполне вероятны. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте город62.тв и в социальных сетях телекомпании ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин